Привет всем! Помните, когда был Майдан, пришел мой кот, тоже, наверное, со мной согласен, когда был Майдан Фоповца, вот неделю назад, я записывал видео, оно было, заканчивалось довольно пессимистично в конце всех этих перипетий с Майданом Фопов. Я говорил о том, что Фопов кинут, но люди в то же время говорили, да нет, они что-то там добились, и слуги народа согласились пойти навстречу, и все будет хорошо, договорятся. Так вот, я с глубоким прискорбием вам сообщаю, что прошла неделя, и Фопов таки кинули. Вполне ожидаемо, вполне предсказуемо, и взяли, и кинули, ни о чем никто не договорился, слуги народа на контакт не идут. Те контакты, которые были, это, как бы вам сказать, вот когда слепой говорит с глухонемым, то есть, ну разговор был ни о чем, очень короткий, ни на какой контакт серьезный, то есть, никакого обсуждения проблемы больше нет. Насколько я понял, там идет только, ну мы же все сделали, мы уже вам все сделали, вот в стиле того, как они говорили бляхерам, так мы же вам сделали растаможку, была 3000 евро, стало 4000, мы же вам удешевили, ну да, вместо 3000 сделали 4. Вот, так и здесь, так мы же для вас уже все сделали, то есть, ну идет мошенничество чистой воды, идет обман, идет Дурилова, в лучших, в лучших традициях вот этих вот базарных наперсочников, или вокзальных, точнее, наперсочников, коими и есть вот это, большинство вот этой вот фракции зеленой, они, они просто врут, они отмазываются, они, они ничего не хотят делать, и то есть, ну скажем так, они пытаются это все заболтать, и сделать так, чтобы протест сам собой рассосался, то есть, каким образом они, например, решили ФОПов разделить, вот эти ФОПы хорошие, вот эти ФОПы плохие, то есть, чтобы часть ФОПов пошла против другой части ФОПов, вот эти мы дадим какие-то там еще преференции на год, а этих уничтожим сразу же, понимаете, вот, то есть, там они часть ФОПов решили сразу же позакрывать, а часть они их уничтожат через годик отложить, но поскольку они разобьют протест, как бы, то получится, что одновременного протеста всех вместе не будет, и, соответственно, будет уничтожен мелкий бизнес в Украине по частям. Вот это то, на что они сегодня рассчитывают. Это было, кстати, абсолютно предсказуемо, как я и говорил неделю назад, что я абсолютно пессимистичен в плане того, что эта зелень будет делать. Абсолютно, к сожалению, к большому, мои вот эти вот предсказания сбылись с точностью до 100%, хотя, помните, тогда на митинге говорил, дай Бог, чтобы я ошибался. Нет, я не ошибался, именно все таки есть. Поэтому я сейчас анонсирую, скажем так, это с вероятностью, наверное, 90% того, что 15 числа, 15 декабря, во вторник, в 9 утра, очередной протест, митинг, не знаю, назовите, как хотите, будет сейфоб возле Верховной Рады. Люди придут, люди будут добиваться своих прав, люди будут добиваться того, чтобы их бизнес не уничтожался вот этими вот, которые там сегодня сидят, геттманцевыми, коллективным геттманцевым, скажем так. Ну, посмотрим, в каком формате оно еще будет и как оно все пройдет. Но пока что единственное, могу повторить, что я анонсирую вот этот митинг, он будет. А уж как он будет, что он будет, это, пожалуйста, следите за апдейтами в канале. Посмотрим, посмотрим, что это будет и посмотрим, чем оно закончится. Пока что так. Всем привет.